Всем привет! Сегодня вас ждет более такое болтологическое видео, мы с вами будем вместе собираться и я в сегодняшнем макияже буду использовать свои текущие фавориты косметики. Я решила, что я периодически буду делать такие видео, потому что в мои фавориты частенько добавляются какие-то новинки, мне не хочется перегружать канал сплошными обзорами, 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 потому что я начинаю замечать, что мне просто некогда даже пользоваться своими фаворитами, той косметикой, которая мне реально нравится. Поэтому сегодня все, что буду использовать, это все прям то, что я очень сильно люблю. И также сегодня я с вами хочу поделиться одной огромной новостью, это то, что я от вас скрывала на протяжении очень долгого времени, и сегодня, мне кажется, настал тот день, когда я готова с вами поделиться. Если вы подписаны на мой канал, то, возможно, заметили, что в январе видео выходит только один раз в неделю вместо двух раз в неделю, и такой график сохранится точно на весь январь и, скорее всего, на весь февраль, потому что в это время я буду в декретном отпуске. Да, в общем-то, как видите, я сейчас конкретно беременная. На данный момент у меня почти 39 недель, вот как раз завтра, кстати, у меня будет 39 недель, но, кстати говоря, когда выйдет это видео, это будет значить, что я уже родила, и мы уже, скорее всего, дома находимся, но пока что для меня это еще не наступило. Как вы уже поняли, я постаралась достаточно много видео отснять наперед для того, чтобы, ну вот просто так с радаров не исчезнуть, непонятно почему. То есть видео будут выходить каждую неделю, один раз в неделю по средам. Ну а что касается моего дальнейшего графика, то пока вот честно я даже представить себе не могу, что будет, но я очень надеюсь, что роды пройдут спокойно, без каких-то осложнений, что у меня быстро получится восстановиться, войти в какой-то режим, войти в какой-то график, и таким образом я смогу уже полноценно вернуться где-то приблизительно около марта. В общем-то, в сегодняшнем видео я хочу с вами немножко поболтать, помимо того, что я буду показывать свои фавориты косметики и наносить их на лицо, я также расскажу о своей беременности, о том, как все это проходило, какие у меня были особенности, какие у меня были взлеты и падения, какие трудности, какие радости. В общем-то, ну, просто поболтаем с вами о беременности, если это вам интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть. Так, я даже не знаю, с чего начать, но давайте, наверное, начнем с привычного, с макияжа. Я сегодня хочу сделать макияж глаз с помощью своей самой любимой палетки последнего времени, и это палетка от Jade Cosmetics из линейки Velvetin Eyeshadow Palette, и у меня это конкретно 49 номер. Вот реально, без преувеличения, я могу сказать, что вот этой палеткой я крашусь последние недели три, наверное, практически исключительно, потому что мне настолько нравится здесь подборка оттенков, вот просто ничего не надо больше доставать. И да, по качеству неплохие палетки мне встречались в 2019 году, и достаточно много разных было хорошего качества, но вот так, чтобы и хорошее качество, и компактность, и идеально подобранная растяжка оттенков, такого не было. Поэтому, ну, сегодня вряд ли я что-то буду сильно сложное делать, скорее всего, я сосредоточусь на вот этой вот четверке, но для начала в качестве базы, как обычно, нанесу консилер от Clinique. И консилер этот я закреплю, конечно же, своей самой любимой пудрой, это Revolution Pro Hydro Matte. Кстати, некоторые уже купили по моей рекомендации эту пудру, и меня очень сильно благодарили, и я вообще безумно рада, что у меня получилось сделать такое открытие, что вам тоже нравится эта пудра. Она действительно потрясающая просто, ее абсолютно не видно на лице, вот она вообще никакого слоя на лице не добавляет, при этом все закрепляет, сглаживает, ну, в общем-то, просто у меня не хватает хвалебных слов для того, чтобы описывать эту пудру. Я не знаю, почему я нервничаю, наверное, потому что я не привыкла делать такие очень личные видео на YouTube. Ладно, давайте теперь я начну делать макияж, и параллельно буду рассказывать просто, что приходит в голову, потому что я не готовилась к этому видео, у меня нет конкретного плана, что я хочу рассказать, чем я хочу поделиться. В общем-то, наверное, первое, что большинство людей интересует, ну, как бы задаются вопросом, запланировано это было или не запланировано, или это случайность. Удивилась я, когда узнала или нет, могу однозначно сказать, что для меня это был огромный сюрприз, но не потому, что беременность была не запланирована, а потому что у нас на протяжении трех лет, ну, вот в этом году уже будет четыре года, как мы начали пытаться, но у нас три года вообще ничего не получалось, и, честно говоря, за эти три года, ну, естественно, были разные ситуации, были и задержки, когда я там с такой, ой, вдруг, а вдруг, а вдруг, но, как бы, естественно, наступало разочарование, вот, и когда в этот раз у меня случилась задержка, я была вот на 99,9% уверена, что я не беременна, потому что у меня были все симптомы, которые вот именно перед месячными, когда там тянет живот, как-то грудь немного там побаливает, вот какие-то такие чувства, типа, вот-вот, вот сегодня должны начаться месячные, поэтому даже, когда меня Никита спросил, что, может, все-таки тест делаешь, я говорю, не хочу я тест покупать, потому что опять, наверное, расстроюсь, ну, и это будет уже, как бы, точно по факту, да, то есть, когда ты проходишь тест, и он негативный, ты уже, вот, точно по факту это знаешь, а так все равно какая-то доля сомнения есть, и вот мне было, наверное, приятно с этой долей сомнения какое-то время еще походить. Ну, и, как вы понимаете, месячные у меня нифига не начинались, поэтому все-таки тест пришлось купить, и я сделала тест на следующий день после своего дня рождения. Я уже 21 мая, а именно вот в день своего рождения, я уже подозревала, что что-то не так, то есть, я думала, либо я должна быть беременна, ну, либо со мной что-то не так, то есть, возможно, что-то там, я не знаю, произошло в плане здоровья, почему месячные не начинаются, потому что обычно цикл у меня суперрегулярный, прям чуть ли не день в день, поэтому, когда мы отмечали мой день рождения, в этот день мы были с семьей в ресторане, то у меня уже, как бы, закрадывались какие-то подозрения, вернее, надежды, скорее, чем подозрения, но я еще ничего не знала на тот момент, я узнала на следующий день. Ну, а еще на следующий день после своего дня рождения я своей сестре сбрасывала фотки в Viber, и в ответ получила вот такое вот неожиданное сообщение. Привет, котик, хочу тебе рассказать свой бредовый сон, пока я его окончательно не забыла. В общем, мы с тобой и с твоей мамой поехали куда-то отдыхать в какую-то страну непонятную, потому что вокруг, ну, по-русски никто не разговаривает, все говорят на разных языках, и мы приехали в гостиницу, на пляж вышли, там океан бурный очень, какие-то волны, как цунами, похожие. Мы заняли шезлонги, вот, я пошла шопиться, Маркушу сдала в детский сад, пошла шопиться в магазины при гостинице. В общем, купила себе там что-то, прихожу к вам, ты говоришь, ну, давай, что-то там купила, я открываю кулечек, достаю оттуда комбинезончик для новорожденного, шапочку, носочки и курточку, и смотрю на это все. Ты такая говоришь, и что это такое, я говорю, сама не знаю, я же тебе вроде чего-то там купила. В общем, мы крутили-крутили, я говорю, ну, короче, будет, значит, тебе, будет у тебя сыночек. Ты такая ржешь, говоришь, а я вообще-то дочку хотела. Я говорю, ну, мало ли, что ты хотела, будет сыночек, забирай. Ну, в общем, дала тебе это все шматье. Мы сидим, смотрим дальше на океан, вдали там волны, волны, и вдруг все волны вот так вот упали, и мы видим, что через океан там очень близко город какой-то охренительной красоты, весь переливается разными цветами, небоскребы там, еще чего-то, и мы такие вау, и вот так вау, я проснулась. Зацени. И вот до сих пор каждый раз, когда я переслушиваю это сообщение, оно для меня настолько эмоциональное, что на глаза наворачиваются слезы. Ну, и, как я и сказала, я очень сильно удивилась, потому что, ну, три года ничего не происходило, и вот мне кажется, абсолютно все, кто планирует беременность, да, вот, ну, сначала вы идете, там, сдаете анализы, консультируетесь с вашим гинекологом, проходите там все вот эти стандартные процедуры, ну, и когда вам дают зеленый свет на отмену контрацепции, то мне кажется, большинство людей думает, что вот так вот просто, знаете, с первого раза все получится, и даже есть небольшой такой страх и ажиотаж, что вот же, вот сейчас это все должно случиться. И, кстати, мой муж вот так и думал, что так с первого раза, чуть ли не через неделю после того, как мы отменим контрацепцию, все случится. У меня не было таких розовых очков, вот я просто знала, насколько вокруг меня у девушек проблемы с этим, и что сейчас, не знаю, в силу чего, возможно, экологии, возможно, питание, возможно, всего вместе, ну, короче говоря, забеременеть не так и просто оказывается. И я почему-то так и думала, что для нас этот процесс не будет прям вот вообще моментальным. Ну, я оказалась права, возможно, это моя тоже психологическая настройка такая была. Ну, как бы там ни было, как я и сказала, прошло три года, и, естественно, за эти три года уже угасает это чувство, что ты ждешь там каждый месяц, что что-то должно произойти. И, естественно, мы ходили к врачам, то есть после того, как прошло где-то полгода и ничего не получалось, я вернулась назад к своему гинекологу, и, ну, естественно, там мы уже начали более глубоко копать, что, в чем может быть причина. Сдали некоторые анализы, и оказалось, что, в принципе, небольшие проблемы есть у нас обоих. То есть для нас действительно этот процесс не безнадежный, то есть мы не были бесплодными, ничего такого, но в то же время не все так просто, скажем так. Ну, это то, что не объяснил врач. И она сказала, что можно попробовать там разные гормональные терапии и так далее, но это все нужно делать очень дозированно, скажем так, потому что, по-моему, она мне говорила три месяца только подряд, а потом, если продолжать это гормональное лечение, когда-то возникнет рак. Я, короче, все это послушала, естественно, меня это вообще не впечатлила информация. И все, что я вынесла с той встречи, это то, что мы не бесплодны, значит, в общем-то, все должно случиться тогда, когда должно случиться. И вы знаете, слава богу, все именно так и произошло. Конечно, это заняло много времени, но в то же время не то, чтобы прям глобально много, потому что я знаю случаи, там, и 10 лет люди пытаются, ничего не получается. Для нас это действительно произошло, наверное, вот мы с мужем даже это обсуждали, в самое идеальное время, которое можно вообще себе представить. Вот мы, наверное, более готовыми, чем сейчас, еще никогда не были, хотя мы весь этот процесс запустили три года назад, но вот именно сейчас для нас это, наверное, все-таки действительно самое идеальное время. В любом случае, у меня был такой своего рода план Б, что если где-то к годам 34 ничего не произойдет естественным образом, то я буду рассматривать там разные варианты, в том числе и гормональную эту терапию, ЭКО и все, что понадобится для того, чтобы забеременеть, в общем-то. Во внешних уголках глаза я сделаю что-то типа растушеванной стрелочки с помощью карандаша Ардеко Каял Лайнер 04. Я очень много видео отсняла наперед для того, чтобы расслабиться в декрете своем. Я не знаю, вышло ли уже видео с обзором на Ардеко, скорее всего, мне кажется, что нет. Но вот этот карандаш я там показываю. В общем-то, если видео еще не вышло, то еще выйдет, поэтому ожидайте, все будет. Я там детально о нем рассказываю. Под глаза в качестве консилера я нанесу свой любимый в последнее время от Кулер Карамель. Кстати, я его так конкретно подтерла, если вы видите, там уже, в общем-то, до дырки я дотерла, до днища. И все это за последнее время, вот буквально за последние, наверное, месяца-полтора. Очень мне нравится этот консилер. Во-первых, он хорошо освежает, а у меня вот за беременность как-то усилились, по-моему, темные круги под глазами. И мне нравится, как этот консилер освежает сейчас. Оттенок его классный, и он не сушит тоже зона под глазами. К концу дня выглядит очень прилично. Ну и, конечно, все это дело закреплять я буду той же пудрой от Revolution Pro. И вот эта комбинация этого консилера с этой пудрой, это просто, не знаю, вот лучше за всю мою жизнь еще не было. Ну а теперь давайте, наверное, несколько слов в целом о своей беременности расскажу. Наверное, я могу себя отнести к тем счастливым людям, у кого беременность была очень легкая, но в то же время утомительная, наверное. И сейчас я постараюсь объяснить, что я имею в виду. Легкая беременность у меня была, слава богу, потому что у меня не было вообще никаких проблем именно в плане беременности. То есть все анализы, все анализы ребенка, все там, я не знаю, все, что нужно было проходить, все, в принципе, было с очень позитивными результатами, никогда не было каких-то там плохих анализов. Ну в плане ребенка точно. Что касается меня, то тоже по большей части, в принципе, так и было. Поэтому как бы утомительной моя беременность была в том плане, что я достаточно продолжительное время чувствовала себя не очень хорошо, в плане того, что я постоянно была с чувством простуды. Вот как с седьмой недели беременности я первый раз заболела, у меня был насморк, горло начало болеть. Вот как вот с седьмой недели это все началось, я за время беременности болела вот такими простудными всякими заболеваниями, наверное, больше, чем за последние лет пять, это точно. Пройдет какая-то неделя-две, опять я чувствую, какие-то сопли на меня накатили, я опять начинаю там все это промывать, начинаю горло полоскать, опять потом горло начинает болеть. И вот с сентября, с сентября как раз была середина беременности, вот с сентября, начиная, у меня горло полностью так и не прошло вот по сей день. То есть уже это сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь, уже январь начался. То есть это четыре с половиной месяца, грубо говоря. Я ежедневно по несколько раз в день все равно горло полоскаю, постоянно мажу его облепиховым маслом. Ну, естественно, во время беременности еще ничего нельзя, ничем лечиться нельзя. Поэтому как бы я все такими народными способами пытаюсь это держать под контролем. Ну, слава богу, пока, пока получалось с этим справляться, держать это под контролем, без применения именно каких-то медикаментов. То есть полоскала я горло шалфеем и нос я промывала соляным раствором. И закапывала нос я тоже пеносолом масляным. Он, в принципе, разрешен во время беременности. Там ничего такого в его составе нет. В качестве туши я возьму вот эту вот от Essence Volume Stylist Lash Extension Mascara. Очень полюбила ее тоже в последнее время. Но я думаю, я сейчас процесс нанесения туши вам показывать не буду. Сейчас я накрашу ресницы. Наверное, тоже еще наклею внешние уголки, накладные ресницы. И когда вернусь к вам, то продолжу свою историю. Так, с глазами я закончила. Теперь можем переходить к макияжу лица. Я хочу взять сегодня гирляльный Sincere. Потому что что-то я забросила эту тональную основу. Но как-то недавно я ее воспользовалась заново. И я вспомнила, как я ее люблю. Для меня сейчас по финишу, по покрытию и всему остальному, это что-то среднее между Estee Lauder Double Wear Nude, которая очень тонкая, незаметная такая, И Катрис HD Liquid Coverage, которая такая кровящая, разглаживающая. Вот это вот тоже имеет достаточно плотное покрытие, тоже разглаживает. Но при этом она и не сушит, и как-то тоже достаточно легко ощущается на лице. В общем-то, хочу сегодня... Это нормально вообще? Ёпперасы ты. Так, гирлян. Офигеть просто вообще. Не, ну все, это только застирать останется, и все. Блин, жесть, пришлось вообще свитер переодевать, потому что я постаралась сейчас быстренько застирать, но она нифига не отстирывается, так что, гирлян, что за дела вообще? Короче, я постаралась какой-то максимально похожий свитер найти, хотя все равно, естественно, он не идентичный, ну ладно, в общем-то. Наверное, там засохла эта помпа, но я и не пользовалась где-то, не знаю, ну пару недель точно. Так, а если вернуться к беременности, ну, как я и сказала, в общем-то, у меня беременность, именно в плане беременности была вроде и легкая, но утомительная, потому что я постоянно себя плохо чувствовала. Вот просто у меня одно за другим шло, одно за другим. Сначала вот это я заболела простудой, семь недель только было, вообще самое-самое-самое начало беременности. Я заболела простудой после этого. Как только я долечилась, вернулись тоже мигрени мои. Я тоже никогда об этом не рассказывала на YouTube, но у меня одна из самых таких, наверное, серьезных проблем со здоровьем заключается в том, что у меня частенько случались раньше приступы мигрени, причем у меня очень тяжелые, как бы, приступы эти. И даже с очень такими серьезными таблетками они проходят где-то приблизительно за дня три, не меньше. Плюс у меня мигрени с аурой. Кто не знает, что это, это тоже ужасно противная штука. У меня светочувствительность, то есть если, например, я фотографируюсь со вспышкой, чего я никогда не делаю, потому что вот это провоцирует мигрень. Короче говоря, вот такие яркие вспышки света и там фары ночью, ну и вот это вот все освещение бывает тоже это все провоцирует. Короче говоря, у меня появляются такие как зайчики перед глазами и вплоть до того, что я вообще практически ничего не вижу. И вот эти зайчики скачут у меня где-то, ну не знаю, до часа приблизительно, после чего это проходит и начинается ужаснейшая просто головная боль. И меня это, конечно, очень много лет мучило. Потом я вроде бы как взяла это все под контроль, в том числе я ежедневно делала специальную зарядку для спины, для позвоночника, для шеи. Мне это реально очень сильно помогало с мигренями, они как-то отступили. А во время беременности они вернулись, причем повторялись регулярно. У меня только одна заканчивалась, проходит день, начинается вторая. Потом она опять закончилась, начинается третья сразу. И вот так вот три подряд у меня вообще было. Я думала, я сдохну просто вообще. Тем более, что опять-таки ничего нельзя принимать. И все лекарства, которые я принимала от мигрени, я почитала там инструкции. Там вообще такие жуткие ужасы написаны в плане того, что может случиться с ребенком, если ты принимаешь особенно еще и в первом триместре. Потому что у меня это началось буквально сразу, может там десятая неделя максимум была. Ну и в общем-то какие-то вот такие вот вещи постоянно меня сопровождали. Потом мигрень закончилась, у меня началось что-то типа цистита вообще. Тоже я перепугалась, опять-таки лечилась там какими-то способами народными. Потом цистит закончился, опять началась простуда. Потом, как я и сказала, я в сентябре довольно сильно простудилась. Это, наверное, было самое такое серьезное за все время. И вот с тех пор я так полностью не выздоровела. То есть, как бы, я не знаю, вполне возможно, что это даже не простуда. Возможно, это что-то гормональное. Отекает слизистое, я не знаю. Может быть, это, знаете, где тонко там и рвется. Может, у меня какая-то инфекция там вообще в принципе существовала, как бы патогенная какая-то флора, которая во время беременности, естественно, себя проявила, расцвела, запахла всеми ароматами. Короче говоря, черт его знает. Но именно вот в этом плане я, конечно, сильно подустала, постоянно чувствовать себя плохо. То одно, то второе, то третье. Плюс я еще все это время, естественно, не бросала работу. И вот сейчас у меня уже тридцать девятая неделя. Уже завтра сороковая неделя у меня начинается. А я все еще снимаю. И я с ней пытаюсь договориться, что давай я это вот. Я вот закончу все дела. Мне еще буквально пару дней нужно. И все. И мы уже тогда можем с тобой встретиться. И, кстати, да, по-моему, за все это видео я еще и даже не сказала, что у меня будет девочка. Для контурирования возьму свою любимую палетку от Essence Contouring Dual Palette. Так вот, по поводу пола ребенка тоже. Вообще, мой муж всегда, еще вот с момента, как мы только познакомились, он мне сразу говорил, что он хочет детей, он хочет семью. Хотя, вообще, мы познакомились, когда ему было 17 лет. Но он уже был тогда так серьезно настроен, что я хочу семью и так далее. Ну, естественно, в таком возрасте слушать это было бесполезно. И вот все время, что мы с ним вместе, а это уже 15 лет в этом году будет, он мне все время говорил, что он хочет дочку. Ну, а так как я понимала, что это такая вещь, которую не загадаешь, то есть это, ну, выбрать нельзя это, скажем так. Это, ну, как будет, так будет. Причем, с его стороны, там сплошные мальчики. Там вообще девочками даже не пахнет. Я как-то его все пыталась настроить. Типа, что, ну, вот, ты же тоже рассчитывай на то, что может быть и сын у тебя. Может, начинай как-то перестраиваться, как-то это себе представлять, как ты будешь там с ним проводить время и так далее. Поэтому до того момента, как мы узнали, я, конечно, пыталась его настроить. Думаю, блин, а вдруг реально вот как бы мальчик, чтобы у него не было какого-то разочарования. Хотя, ну, я уверена была, что у него не будет прям там разочарования, но я просто знала, что он хочет дочку. И мне всегда было, как мне казалось, мне было абсолютно все равно. Будет мальчик, девочка, ну, как бы мне не было какого-то определенного предпочтения. Но когда нам сказали, что будет девочка, я вот честно очень сильно обрадовалась. И я поняла, что, наверное, я тоже все это время хотела тоже дочку. И мы, конечно, безумно счастливы, что нам в этом плане вот так вот повезло заказать. То, что мы хотели, то мы и получили. Ну, а больше я даже, честно говоря, не знаю, что еще добавить. У меня абсолютно какая-то нетипичная беременность. Вот абсолютно не такая, как у всех остальных. Потому что у меня нет ни единого признака беременности, как у всех остальных. Вот как часто рассказывают там. У меня не было токсикоза. Да, меня тошнило какое-то время с самого начала. Но буквально это моментально прошло. Возможно, из-за того, что я очень сильно заморачивалась в плане питания. И вообще я очень сильно заморачивалась в плане беременности. Как ее идеально перенести, да, для ребенка я имею в виду, в первую очередь. Что нужно кушать, как нужно себя вести, что употреблять, что не употреблять. В общем-то, я очень сильно на этот счет заморачивалась. Потому что самый большой мой страх был, это что ребенку могут передаться какие-то генетические мои, в первую очередь, предрасположенности, и которые я молилась просто, чтобы не передались. И слава богу, они не передались. У мужа с его стороны тоже там есть определенный наборчик, который мне бы не хотелось, естественно, ребенку передать. Поэтому я очень сильно заморачивалась насчет того, что я ем, что я использую дома, в быту, что я использую в том числе в плане косметики. И я знаю, что очень у многих такое отношение в стиле «Ой, да ладно, если ты там покрасишь волосы, это вообще никак не влияет, потому что это кожа, всасывание минимальное и так далее, и тому подобное». И действительно, для многих это так. Многие ходят в салон и красятся, используют все, что угодно. Бытовую химию вот эту всю используют. Все у них прекрасно. Хайлайтер я возьму от Love, который называется Aura Glow Powder. Ну, это, грубо говоря, такая пудра с эффектом хайлайтера. Не хочу ничего сегодня яркого. Так вот, я это к тому, что я, конечно, очень рада, что у всех все хорошо. Вернее, как, не у всех все хорошо, конечно же, в этом плане. Но я для себя понимала, что мне нужно приложить максимум усилий. Я очень много читала на этот счет, что запускает вот эти вот негативные гены, скажем так, во время беременности. И это в том числе и еда, и бытовая химия, и косметика, и все это вместе может спровоцировать то, что выстрелит какой-то негативный ген. И, конечно, на 100% от меня это все не зависит. Это больше дело случая. Но вот мне хотелось, чтобы моя совесть все равно была чиста, чтобы я понимала, что я все сделала, что я могла. И если все равно так случилось, что это передалось, ну, скорее, это уже как бы судьба, нежели моя вина. Ну и пока я буду делать брови, хочется закончить более на такой позитивной ноте. А брови я, кстати, буду делать с помощью карандаша от Dior Brow Styler. Оттенок у меня второй Dark Brown. Мне очень нравится сейчас этот карандаш в первую очередь, потому что оттенок, наверное, наиболее идеальный для меня сейчас, особенно так как у меня отросли корни, и мои собственные корни такие темно-русые. Вот этот карандаш мне прям идеально сейчас в этом плане подходит. И потом это продублирую тоже гелем от Art Deco Brow Filler. Так вот, а что касается более каких-то таких смешных моментов, то, как я и сказала, у меня беременность какая-то абсолютно нетипичная, не такая, как у всех, ну, по крайней мере, по рассказам таким общим. Как я уже и сказала, у меня не было токсикоза. Также у меня вообще не было перепадов настроения или чего-то такого, как все говорят там, ой, я там плакала, потом через 5 минут смеялась, потом еще через 5 минут там с мужем ругалась, потом еще там что-то делала. У меня вот абсолютно я идентично себя на протяжении всей беременности чувствовала, как и до беременности. То есть абсолютно такие же реакции на все, абсолютно такое же поведение. Мне кажется, что, в принципе, здесь, если до беременности женщина подвержена вот таким вот вещам, особенно, знаете, там вот ПМС и так далее, если это и так ярко проявляется, то во время беременности, конечно, это усилится. И еще, что абсолютно было для меня нетипично и удивительно, это то, что у меня совершенно, во-первых, не поменялись вкусовые предпочтения, у меня не было каких-то ни странных хотелок, ни просто вообще каких-то хотелок в принципе, да, у меня не было такого, что я там даже не то, что посреди ночи мне приспичило, там, не знаю, соленые огурцы какие-нибудь. А вообще на протяжении дня там вот как бы не было вообще никаких таких вот нетипичных желаний. То есть у меня всю беременность сохранялся мой обычный аппетит. И аппетит тоже, кстати, у меня не увеличился, вот просто вообще ни на грамм. И часто даже больше я себя заставляла есть, потому что мне не хотелось есть, и я себя заставляла, потому что я хотела употреблять там разные продукты. И, например, вот я не хочу есть даже, но я заставляю себя там какую-то жменю орехов все равно в себя запихнуть. Или там я, например, не хочу тоже, я чувствую себя сытой полностью. И, кстати, вот как я привыкла кушать до беременности, у меня было пятиразовое питание, то есть три полноценных приема пищи плюс два перекуса. Обычно это что-то сладенькое под кофеек, вот что-то такое. И вот так у меня все и сохранилось. Мне вот так вот достаточно было обычных моих три приема пищи. Ну, во время беременности это больше я все-таки налегала на всякие там фрукты, орехи, вот что-то такое, чтобы максимально сбалансированно стараться кушать. И, как я и говорю, вот я часто вообще не хотелось мне есть, но я себя заставляла, потому что если я себя не заставляла, я начинала худеть, и я, кстати, всю беременность очень плохо набирала вес. И вот сейчас, как бы уже на 39-й неделе, я набрала за всю беременность 10 килограммов. И это, в принципе, как я считаю, совершенно немного. Ну, и не только я, это вообще в принципе считается совершенно немного. При том, что я себя совершенно не ограничивала в еде, а наоборот, я себя еще постоянно, ежедневно заставляла переедать, грубо говоря. Но из-за того, что переедала я все равно полезные продукты, правильного питания я придерживалась, то мне кажется, из-за этого я и не поправилась. Вот только в последние несколько недель я заметила, что у меня лицо изменилось, но мне кажется, это больше отечность, потому что появилась у меня, по-моему, после 35-й или после 36-й недели у меня появилась проблема отечности, и лицо стало более такое, как мне кажется, пухленькое. Не знаю, может быть, это я поправилась, конечно, а может быть, это отечность. Ну вот после родов посмотрим, изменится это или нет. Ну, я по этому поводу абсолютно не парюсь, потому что, ну, будет как будет. Для меня самое главное, чтобы все хорошо было в плане здоровья, и вот на это я курс и держала. То есть мне главное было, чтобы я полноценно правильно питалась, насколько я могу это себе позволить, а все остальное, там, в плане похудения, как я там буду выглядеть и так далее, это меня волновало вообще меньше всего. И еще, кстати, в плане питания у меня был такой один прикол. Еще до того, как я узнала, что я беременна, мне перехотелось есть все, что во время беременности как бы нежелательно есть. Я имею в виду, к примеру, это там сыры с плесенью, или суши, или кофе. Ну, я знаю, что кофе все равно можно, там, до двух чашек в день и так далее. Но вот у меня как-то моментально меня отвернуло от этого всего, и мы вообще с мужем очень любим французские сыры с плесенью, и периодически мы устраиваем такие, как мы их называем, французские вечера. Мы покупаем разные сорта сыра, багет, красное сухое вино, и вот таким образом как бы проводим этот вечер. И вот, кстати, один из таких вечеров мы решили сделать, когда я уже была беременна, но я просто об этом еще не знала. И вот мы сидим, я ем этот сыр, и он мне вообще не идет. Вот он какой-то мне противный, невкусный, мне его не хочется просто-напросто. И я тогда, помню, там чуть-чуть его поела, и все, я сказала, что-то как-то мне не идет, не знаю, не хочется. То же самое случилось с кофе. До беременности я не могла начать день, если я себе не сделаю вот такую вот огромную кружку латте, и не выпью его. Вот только после этого у меня мозги там врубались, и все, я уже могла начинать день. Как я забеременела, мне вот так вот просто расхотелось кофе, и вообще всего остального, что как бы и не рекомендуется употреблять во время беременности. Это тоже такая интересная особенность. Кстати, на губы я нанесла карандаш от Colourpop оттенок Toy. Он, по-моему, снят уже с производства. Очень жалко, поэтому я его тоже берегу. Это один из самых светлых нюдов. Вот под самые светлые мои нюдовые помады. Это единственный карандаш, который подходит. И, кстати, нанесу я тоже помаду L'Oreal. Это Color Rich Ultra Matte оттенок No Cliché. Ну что ж, макияж мой, в принципе, готов. Да и, в принципе, наверное, и рассказ тоже мой можно на этом сворачивать. Я, конечно, сейчас очень надеюсь и настраиваюсь на то, что и роды пройдут легко, без каких-то осложнений. Какого-то страха у меня там перед родами нет. Я довольно много изучала этот вопрос. Мне кажется, что я максимально, насколько я могу, я готова. Поэтому нечего там психовать по этому поводу. Все равно никуда от этого не деться. Просто сейчас стараюсь настроиться на то, что все пройдет хорошо, гладко, спокойно. И мы, в общем-то, здоровенькие и счастливенькие вернемся домой. Также в плане подготовки к ребенку у нас тоже дома уже абсолютно все готово. Абсолютно все куплено, что только можно купить. Даже кроватка ее уже застелена, не просто там подготовлена. Я не оставляла все на последний момент. И уж тем более я это все не оставляла. Знаете, как эти все приметы, типа там до рождения ничего нельзя покупать. Я начала покупать первые вещи уже, по-моему, после 20-й недели, где-то около этого срока, наверное. Потому что я понимала, что нет смысла тянуть, непонятно чего ждать. Даже если, не дай бог, что-то случится, все равно для меня это будет одинаковая трагедия, как с вещами какими-то купленными, так и без вещей, которые у меня там дома лежат. Поэтому эти вещи, по сути, ничего не меняют абсолютно. Это не то, что, знаете, если вещей нет, то, да, и наплевать там, если что-то случилось. То есть сумки в роддом я тоже собрала, ну, как мне кажется, достаточно рано, где-то с 35-й недели, наверное, у меня они уже стояли вообще полностью спакованные. Вот сейчас я на них даже смотрю, вот они тут стоят. Абсолютно все полностью спакованы. У меня списки там, все я себе составила, все с галочками там пособирала. И последнее, что, наверное, мне хочется сказать, это то, что многих тоже, возможно, будет интересовать по поводу имени. Какое же будет имя у нашей дочки? Если честно, мы пока сами не знаем, потому что мы, как мне кажется, определились. То есть у нас есть главное имя, которое нам обоим очень нравится. Но мы решили, что мы все равно составим определенный список имен, которые нам нравятся. И когда она уже родится, по факту мы на нее посмотрим. И уже тогда, мне кажется, на 100% определимся, как ее зовут. И, кстати, мы вообще никому не объявляли по поводу имен, никому не говорили, ни нашим родственникам, ни мамам, там, бабушкам и так далее. То есть вообще никто не знает, какие имена крутятся у нас в голове, потому что, опять-таки, у нее не хотелось слушать лишние комментарии, что это хорошее имя, это плохое и так далее. Мы решили, вот, мы между собой в первую очередь этот момент обсудим, а потом, когда она уже появится на свет, то, наверное, как-то мы сможем еще проще определиться. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. И заранее хочу всех вас поблагодарить за поздравления, уверена, их будет немало. Спасибо, что вы слушали мою историю. Мне хотелось, конечно, в первую очередь ее сохранить. Пока все еще свежо в памяти, мне хотелось это сохранить где-то в интернете, чтобы это было. И если я захочу к этому вернуться, чтобы было к чему вернуться, собственно. В общем-то, если вам это видео понравилось, не забудьте поставить ему палец вверх. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Фух, а дышка до сих пор меня мучает. В общем-то, если вы еще не смотрели эти видео, можете сейчас посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Прям 3D эффект. А еще хотите прикол? Вот за все, сколько, 7 лет я уже на YouTube, меня никогда, никто не приглашал бежать в марафон. А вот в этом году мне пришло приглашение от Avon бежать в марафон. И это, конечно, супер вовремя. Когда я сижу дома, на мне такой нейтральный, повседневный макияж. И вот особенно сейчас, если меня люди видят с таким макияжем, то думаю, да, пузатик психанул. А пузатик я уже конкретный. Красота-то какая. Ляпота.